Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Давайте сразу посмотрим на динамику рубля. Открылись только что, поэтому можно, в принципе, уже прикинуть, что нас ждет, и попытаться объяснить текущую динамику, которую демонстрирует российская валюта. Рубль укрепляется уже, которую сессию подряд. Полагали, что значение 50 должно стать как раз очень серьезной поддержкой для курса. Это, в принципе, с технической точки зрения и с фундаментальной. Это критический уровень, который указывает на возможность совершенно иных целей, негативных по российской валюте, в плане отскока, конечно же. Если попытаться объяснить текущее укрепление российской валюты, то здесь нужно делать ставку на такое понятие, как сужение ликвидности на внутреннем рынке. Во-первых, это падение спроса со стороны импортеров на валюту, а с другой стороны это избыточное предложение долларов по причине продажи валюты экспортерами, в том числе в связи с необходимостью уплаты как раз налогов, поскольку, можно сказать, что мы встретили новый налоговый период на такой динамике российской валюты. Очень важно также отметить, что сейчас есть большой спрос на рублевую ликвидность, потому что средства вкладываются в депозиты, и вы прекрасно знаете, что сейчас средняя ставка по рынку около 14%. И если пораскинуть мозгами в плане возможного расхождения с долларовыми ставками, соответственно, рублевыми ставками и возможности конверсионных сделок на фоне этих ставок, то получаются неплохие основания для операции керри-трейда. Что касается дальнейшей динамики рубля, тут обязательно стоит обращать внимание на поведение нефти. Вы прекрасно видели, что вчера Brent у нас не просто закрепился выше 60 долларов за пароль, а практически предпринял весьма амбициозную попытку подобраться к 65 долларов за пароль. Правда, она не увеличалась успехом, и я не удивлен, почему это произошло, поскольку все-таки в целом те объективные оценки, которые мы с вами даем перспективам нефти, они не предполагают серьезного роста нефтяного актива. Если, опять же, проанализировать вчерашнюю торговую сессию с точки зрения новостей и важных событий, и спроецировать эти новости и события на поведение нефти, можно коснуться оценки Минэкономразвития и, в принципе, в целом еще хочу сделать акцент на перспективы Минэнерго, в том числе и США, и в целом обозначить предстоящий спрос на энергоресурсы по их оценке, и, в частности, на нефти. Почему-то есть предположение, что спрос на нефтяные ресурсы будет расти, и я, честно говорю, не вижу объективных предпосылок для того, чтобы можно было делать такой оптимистичный прогноз. В частности, еще Международное энергетическое агентство вчера сообщило о том, что ОПЕК снова увеличил добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки. Сейчас общий показатель добычи превосходит 30 миллионов. Если вернуться к понятию возможного роста спроса на энергоресурсы, тут нужно, конечно же, плясать от перспектив развития и самочувствия китайской экономики, поскольку Китай, как вы знаете, является общим барометром рынка по спросу на сырьевые товары. Что касается Китая, мы долго о нем не говорили, в целом уже накопилось много негатива, я готов вам его сейчас представить по перспективам китайской экономики. Все началось с публикации плохих данных по экспорту и импорту, не будем повторяться. В целом, вы наверняка запомнили, что статистика была очень плохой. Вчера были опубликованы данные по промышленному производству, по факту мы увидели 5,6 против прогноза 5,9. Данные по капиталовложению в экономику тоже в красной зоне. ВВП в первом квартале 1,3%, против прогноза 1,4%. Розничные продажи также упали. Полностью весь значимый фундаментальный фон, основная статистика в красной зоне указывает на объективные проблемы, с которыми сталкивается китайская экономика. Плюс ко всему, учитывая столь негативные, скажем, макроэкономические релизы со стороны второй по величине экономики мира, Международный валютный фонд принял решение снизить прогнозы по темпам экономического роста китайской экономики. Проверю ваше внимание. Показатели на 2015 год по темпам экономического расширения по Китаю на какой отметке? 6,4. Нет, это крутовато. Напомню, что 2014 год закрыли на уровне 7,4. Не помните? 6,1. 7,1 на 2015 год мы с вами говорили, и 6,8 – это 2016 год. А сейчас показатели куда более уже негативного плана. В 2015 год Китай вряд ли закроет выше уровня 7, точнее, обрисовывает перспективы снижения экономики до уровня 6,8. Это как раз те цели, которые ставились на 2016 год. А вот в 2016 году китайская экономика может просесть даже до уровня 6,4, а то и даже 6,3. В доказательствах подтверждение самых негативных оценок по китайской экономике. Впервые за много лет, честно говоря, не припомню, когда последний раз Народный банк Китая констатировал лично проблемы, с которыми сталкиваются китайские мегарегуляторы и, в принципе, экономика Китая. По статистике, Банк Китая сообщил о том, что сейчас наблюдаются беспрецедентные темпы оттока капитала из китайской экономики. Они вынуждены поддерживать стабильность финансовой системы, вынуждены влиять на позиции национальной валюты через такие же инструменты, как, в принципе, к которым прибегал и российский центральный банк. Валютные интервенции, то есть расходование международных резервов. И за первый квартал Народный банк Китая на эти самые интервенции израсходовал уже практически 290 миллиардов юаней. Львиная часть этой суммы, 260 миллиардов юаней, пришлось как раз на прошлый месяц. Я думаю, что следующие показатели и по темпам оттока капитала, и по расходованию международных резервов будут еще более катастрофическими. Для того, чтобы хоть как-то попытаться оживить рынок, Народный банк Китая сообщил о том, что они смягчают требования по нормативам достаточности коммерческих банков, и все для того, чтобы те высвобождали больше средств и направляли их на кредитование экономики. Что касается банков, которые действуют на территории Китая, банков-нерезидентов, то раньше к ним подъявлялись требования по достаточности капитала, по профициту бюджета. И для того, чтобы они могли осуществлять сделки в китайской валюте, нужно, чтобы они присутствовали в Китае, закреплендовали себя с хорошей стороны в течение трех лет. Сейчас все эти условия практически упразднены. Финансовый режим, финансовая ситуация в Китае может быть одна из самых катастрофических, конечно же, учитывая то, что темпы роста этой развивающейся экономики очень высокие. Вроде бы кажется, что не все там так плохо, но в целом я хочу сказать вам, что текущие проблемы – это только начало. И, в принципе, можно сказать, что они копятся как снежный ком, и дальнейшие марки экономические релизы и дальнейшие ожидания по Китаю будут лишь усиливать эти проблемы, пока не удается их преодолеть. И возвращаясь к оценке как раз Международного энергетического агентства, определяющего, возможно, хороший спрос на энергетические ресурсы, я вам предлагаю уже подкрепить свою точку зрения сообщениями и вот этим, скажем, экспресс-анализом ситуации в Китае и прийти к выводу о том, что все-таки нет оснований для высокого спроса на энергетические ресурсы. И, напротив, мы видим, что тогда, когда есть серьезные трудности для спроса, предложение продолжает расти буквально со всех ключевых производителей. Поэтому, говоря про нефть, сейчас мы видим рост, он не совсем оправдан, уже нефтяной ресурс, в принципе, как и российская валюта, переоценены, поскольку все-таки всеобъемлющие макроэкономические фоны определяют возможности и необходимость непременно коррекции этих активов. Поэтому сейчас, если делать ставку на укрепление российской валюты и дальше, и попытаться объяснить это возможным ростом нефти, может быть, какосрочно, это и стоящая идея. Но, что касается, опять же, тех ставок, которые делаем мы, это позиционный трейдинг, опять же, повторяю, что, к сожалению, ну, или бы счастью, не знаю, кто как торгует, у российской валюты нет серьезных оснований для того, чтобы укрепляться. Поскольку на текущий момент рубль, а точнее его сила, представляет угрозу и для экономики в целом, разумеется, дальнейшие действия российского мегарегулятора будут направлены на то, чтобы ослабить позиции рубля. И для того, чтобы быстрее всего сделать это, разумеется, Центральный банк России прибегнет к самому действенному способу и инструменту коррекции монетарной политики. Это процентные ставки. Следующее заседание назначено на 30 апреля, то есть буквально через две недели. И здесь можно обозначить высокую вероятность того, что по факту этого заседания, а может быть даже еще раньше все зависит от поведения рубля, Центральный банк может в очередной раз снизить процентную ставку, только в этот раз, я думаю, что вряд ли удастся отделаться 1% снижением. Вполне возможно, что снижение будет куда выше, например, 2, либо 2,5%. Поэтому с этой точки зрения и с учетом подобного сценария, можно будет ожидать непременного разворота по паре доллар-рубль и соответственного спроса обратной на американскую валюту. То есть 50% это психологический рубеж. Если кто-то сомневается в том, что у рубля брачные перспективы, я советую еще раз пересмотреть наши брифинги и в целом оценить самостоятельные перспективы российской экономики. Если те, кто все-таки сомневался раньше, но сейчас пришли к выводу о том, что рубль может оказаться аутсайдером, сейчас отличная возможность сделать ставку на как раз укрепление основных конкурентов рубля, доллара и евро. Разумеется, против российской валюты. Ясно? Теперь евро-доллар. Вчерашняя торговая сессия. Снова рост. Даже европейская валюта умудрилась зацепиться за уровень практически 1,0750. По-моему, даже не добрались до этой отметки, но там несколько пунктов не хватило. Чем можно объяснить вчерашний рост главного валютного риска? На самом деле, объяснить его также очень трудно, учитывая, опять же, те серьезные риски и тот фундаментальный фон, который мы с вами обозначаем и который, в принципе, оперирует весь рынок. Вчера, как вы знаете, состоялась публикация процентной ставки. Здесь все без изменений. Ставка рефинансирования 0,05%, ставка по депозитам на отрицательные территории, минус 0,2%. После этого состоялась конференция Марио Драги. Тоже никаких откровений, ничего интересного. Драги высказался в оптимистичном ключе по экономике в целом, потому что программа работает, и ее нужно продолжать в прежних объемах и прежними сроками. Но интересно было разве его упоминание о ситуации в Греции. Никто не думал, что ЕЦБ найдет основания для того, чтобы высказываться касательно этого вопроса. Но, учитывая вчерашний рост, я думаю, что можно прицепить в качестве объяснения комментарии Драги о том, что ЕЦБ даже не рассматривает возможность такого понятия, как технический дефолт в Греции. Соглашение якобы будет достигнуто, и сомнений в этом практически нет. Что касается уже самой ситуации в Греции, напомню, что это очень важная тема сейчас, потому что сегодня у нас четверг, и до 20 апреля остается фактически три дня. К этому сроку Греция должна представить пакет реформ, который полностью устроил Международный валютный фонд и Еврозону. Пока этого пакета нет, и велика вероятность, что с этой программой снова возникнут проблемы. Но также напомню вам, что удовлетворение по всем условиям пакета реформ со стороны Международного валютного фонда и Еврозоны является главным условием разблокирования обещанного транша, который сейчас необходим для спасения, по сути, поддержания греческой финансовой системы. Греция сейчас вопрос не решен, и значит серьезный риск, и поэтому все-таки продолжаем обозначать возможность коррекции для главного валютного риска, тем более, что действительно все указывает на то, что евро еще не исчерпал своего медвежьего потенциала. Что касается пары доллар-японская иена, вчера мы видели, как снова американская валюта корректировалась. Если, опять же, проследить экономический календарь, то можно обратить внимание на два показателя. Это промпроизводство в отрицательной зоне по США и данные по промышленному индексу ФРБ. Статистика, обычно, не находящая никакого отражения на динамике торгов, поскольку это локальная статистика, не особо важная, ее, в принципе, игнорируют. Я посмотрел за последние 8 месяцев то, как рынок и, прежде всего, пара реагировала, в частности, на данные по промышленному индексу. Волатильность, ребята, была в среднем 10-15 кунтов. Вчера мы увидели то, что на слабой статистике по американской экономике оказалось достаточно для того, чтобы так активно разгрузить позицию американского доллара и, в принципе, скорректировать пару доллар-японской иена. Но я, опять же, не вижу в этом каких-то серьезных оснований для того, чтобы этот тренд сохранился, поскольку все-таки доллар является одним из самых бодрых активов, и в подтверждении этих слов готов представить вам несколько комментариев со стороны одного из голосующих членов ФРСа Булларда, который констатировал, что сейчас самые подходящие условия для того, чтобы готовить экономику к повышению процентной ставки. И он сделал очень правильное и очень верное замечание, что если затянуть с повышением процентной ставки, это может быть чревато рисками пузырей на американском фондовом рынке и, в принципе, в американской финансовой системе. Я думаю, что это тоже нужно иметь в виду и, в принципе, добавить еще и эти осуждения со стороны Булларда к нашей общей позиции инвестиционной идеи, предполагающей возможности роста американской валюты. Это, опять же, средняя и долгосрочная идея. Что касается других макроэкономических отчетов, вчера была опубликована ставка по Канаде. Я специально не сакцентировал ваше внимание на этом отчете, поскольку все-таки за неделю до этого изменилось ожидание по возможности коррекции процентной ставки. Этот отчет был абсолютно непредсказуем. Вчера по факту мы увидели то, что ставку Банк Англии сохранил на прежнем уровне 0,75%, и это оказало поддержку канадской валюте. Очень важно было обратить внимание на конференцию руководителя Банка Англии после публикации ставки Полоза. Он отметил, что канадская экономика до сих пор еще не столкнулась с общим негативным эффектом, а точнее с полным негативом, связанным со снижением цен на нефть. И лично он был весьма удивлен, что в первом квартале канадская экономика умудрился показать такие неплохие данные. Но поскольку негативный эффект от нефти еще должен сказаться, собственно, во время конференции были снижены уже регулятором Канады прогнозы по темпам экономического расширения. И если раньше инвесторы, да и в принципе сам Банк Англии полагал, что экономика может расшириться на 2,1%, то сейчас прогноз упал до 1,9%. Банк Канады. Банк Канады, да. Я Банк Англии сказал? Ну, оговорился, прошу прощения. Так, идем дальше. Откройте графики, пожалуйста, австралийца, новозеландца. Напомню, что с марта мы обозначали возможность движения этой валютной пары к паритету. Тогда до нее оставалось до этой отметки примерно 500 пунктов. Если посмотреть на то, был ли потестирован этот уровень, пока нет. Но 6 апреля, в принципе, до паритета оставалось совсем чуть-чуть. Посмотрите, сколько там пунктов, наверное, 20, может быть, даже еще меньше. Но это не позволило нам закрыть эту инвестиционную идею. Очень жаль. Вчера я надеялся, что австралиец-новозеландец пора сядет, наконец, к нашей цели. Там также оставалось немножко пунктов. Минимум был 1,0070. Но сейчас, опять же, по факту возросшего спроса на рисковые инструменты, прежде всего, на австралийца, учитывая хорошие данные на сегодняшней азиатской сессии по рынку труда, пара снова отскочила и вернулась в район 1,200. Сейчас актуальна котировка 1,200? 1,080. И те, кто не присоединился к этой идее, советую обратить на нее внимание. Может быть, конечно же, те, кто замешкался, может оказаться опоздно, поскольку потенциал роста всего лишь 180 пунктов. Но все-таки для, скажем, ближайшей идеи и 180 пунктов также неплохой куш. Также хочу обратить ваше внимание на золото. Вчера мы снова вернулись к отметке 1,200 долларов за тройскую функцию. На текущий момент в качестве важного сопротивления можно обозначить уровень 1,224. И, опять же, учитывая то, что как рынок активно реагирует на отчеты, которые раньше игнорировались по американской экономике, позитивно для рисковых инструментов и негативно для доллара, я предлагаю вам краткосрочно использовать эту возможность. И это не совсем логичное поведение рынка для того, чтобы сделать ставку на краткосрочный рост золота. То есть, с текущих отметок можно поставить отложник на уровне... Сейчас, какая цена, кстати, золота против доллара? 1,204? 1,205. Ну, в принципе, хотел обозначить 1,205, значит, этот уровень уже актуален. Можно прям с этой отметки сделать ставку на возвращение в район 1,224 против доллара. Понятно? Вопросы есть? Да, Артём, по поводу нет вопрос на канале. 63 доллара и выше? Это вопрос. Да, это вопрос. То есть, как бы вы ожидали. Здесь, конечно, если полностью игнорировать фундаментальную картину, да, было бы, наверное, просто сказать, точнее, подтвердить то инвестиционное решение и то поведение, которое реализуется по нефтянному активу. То есть, если мы достигли 63, да, можно сделать ставку и на 70 долларов. Но мы с вами руководствуемся фактами, мы с вами руководствуемся детальным фундаментальным анализом и статистикой. Анализируем буквально все рынки, все регионы и все составляющие, которые влияют на поведение нефти. Поэтому, исходя из фактов, из цифр и статистики, на что нужно обращать внимание в первую очередь, у меня не хватает смелости обозначить бычьи и ожидания по нефти. Поэтому 63, мне кажется, это уже немыслимый максимум с учетом текущей фундаментальной картины, которые, напротив, можно использовать для занятия коротких сделок. Большое спасибо за вопрос. Ждем дополнительных комментариев и, разумеется, вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Подписывайтесь и оставляйте их под видеоокном. Всего доброго, до свидания.